О! Сделано в Редбарн. Всем привет! Это подкаст «Анамность работы», в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова, я врач-рентгенолог, больница скорой помощи и по совместительству частной клиники. Спонсор этого сезона – компания Evagen, предоставляющая широкий спектр услуг генетического тестирования. Привет! Привет-привет! Добрый вечер! Расскажи, пожалуйста, о себе, как тебя зовут, чем ты занимаешься и так далее. Кто ты вообще? Я скромный парень, звать меня Виталий. Дальше про медицинскую часть твоей жизни. Вот я врач лучевой диагностики КТ и МРТ, заведующий отделением, ставший у меня уже 11 лет. Поработал в многих местах и в многих городах нашего чудесного края, нашей страны. Преимущественно живу в Краснодаре. Скажи, пожалуйста, как ты решил вести свой блог медицинский, что поспособствовал у места работы или сам придумал, как вообще это все произошло и сколько лет твоему блогу? Давай сначала расскажем, сколько у тебя подписчиков в блоге. Подписчиков почти 150 тысяч. Так, это запрещенный Инстаграм. Да-да-да. Хорошо, есть еще какие-то? Ютуб там 6. Отлично, вот так. И теперь поехали. Как вообще это произошло? Начинало все как просто обычная страничка в соцсетях, посмотреть других людей, показать себя. Вот. И со временем я понял, что это окно возможностей. Окно в Европу. Даже больше. Больше, чем в Европу. Это возможность вообще быть везде и видеть все, и быть в тренде, и понимать вообще, что происходит. И так начал потихоньку искать себя в блогинге. Вот. И это началось почти два года назад ровно. То есть за два года 150 тысяч? Да, у меня было тысячи четыре, это просто вот мой лайф. Да. И за последние полтора года было 120. Угу. Я сейчас расскажу, как это было. Давай, давай. Вот. И последний год, да, уже когда за сотку переходишь, начинает быть тяжело. До трехсот там прям... А, тяжело набирать новых. Да. Да-да-да. Очень сложно. Ну, блог – это работа. Однозначно. Тоже работа. Это огромная работа, огромный труд, когда говорят, а, пойди на камеру, поболтай. И, да, если тебе есть что сказать, это хорошо. Я хочу сказать спасибо всем, кто смотрел мои первые ролики. Я пока ехал сюда, открыл двухлетние ролики. Старые, самые первые ролики. Двухлетние, да, на эти ролики. И там был такой парень писклявый. Я просто хочу сказать спасибо, что вы меня смотрели. Это просто чудо какое-то, что... Ну, это как всегда. Знаешь, когда ты только начинаешь, спасибо, что вы были со мной, когда я был еще вообще абсолютно ничего не мог или не могла. Я сейчас смотрю, что это определенные скиллы, это навыки, это умение держаться на камере, говорить, смотреть в камеру. Потому что поначалу я снимал ролики вот так, ну, как бы смотрел вниз. Что-то читал? Ну, как бы, да. Мне говорят, а что ты в камеру не смотришь? А я говорю, а я как бы стесняюсь. О, мальчики. Смотреть себе в глаза, как бы ты теряешься. Начинаешь рассматривать. Так, здесь у меня прыщ, здесь у меня волосы торчат. Да-да-да, так надо перезаписать. Как сегодня у меня. Ну, я не планировала об этом говорить, но окей. Приплыли. Да. Вот. И я начал тестировать разные вообще гипотезы. В принципе, я понял, что работает Reels, что это открылась такая определенно новая функция. Начал ее тестировать. Я вообще не понимал, как бы, что из этого будет вообще в принципе. То есть вообще план, вот блог, вот окей, когда ты из лайф перешел в профессиональную страничку, это тебе было для чего? Вот попробовать, не знаю, заработать там, узнаваемость. Вообще, для чего ты это сделал? Почему ты поменял стратегию из личного блога на вот такой профессиональный? Первые три месяца вообще и было непонятно. Я просто делал. Просто делал и все. Делал, делал, чтобы людям было интересно принести людям пользу. А потом я уже стал понимать, что это возможность проявить себя. Это возможность открыться, раскрыться, показать себя, показать, что ты есть, во-первых, чтобы тебя узнали, для того, чтобы ты мог быть полезным в какой-то группе людей определенной. Следующий шаг – это крутое комьюнити. Благодаря блогу у меня стали появляться друзья, до которых и люди, в принципе, до которых в обычной жизни дотянуться просто нереально. Это, ну, они как бы не то, что они небожители, но они просто другой стиль, другая тусовка, другое общение. То есть это, например? Ну, например, там есть всякие блогерские слеты, блогерские тусовки. То есть люди, которые точно так же, как и ты, ведут экспертный блог. На какие-то темы немедицинские. Да, абсолютно, без разницы. Но им как бы, понимаешь, начинает быть большая часть их жизни, вовлеченная в контент. Естественно. То есть вот эти вот все тусовки, сходки – это всё для контента. То есть то, что они говорят, это я еду там просто так. Да, конечно. В Рэдисоне отдохнуть – нет. Можно отдохнуть в Сочи парке, грубо говоря, а в Рэдисоне для того, чтобы показать, что это для меня теперь стало доступно. Ну, такой выпендрявший бразиль. Да, я поняла. Что вообще, как ты это делаешь? Кто-то помогает вести? Сколько времени ты этому уделяешь? Как вообще вот эта работа-блог, как она происходит? У меня была помощница очень долго, год я практически всё и делегировал, большую часть всей работы. Я снимал ролик и серый монтаж отправлял, то есть вообще без монтажа, без всего отправлял ей. И там на следующий день она мне выдавала готовый ролик, либо сама публиковала. Вот, потом у нас… Только не говори, что ты сейчас делаешь это сам. Полностью веду я сам. Я убрал всех СММщиков, все, потому что они не чувствуют… Они делают пластиковый контент. Они просто делают красивый. Подожди, если ты снимаешь видео с сам себя, есть там текст, который ты говоришь. Ты отдаёшь его помощнице, СММ-специалисту, она накладывает текст. Она накладывает субтитры, которые тебе не нравятся. А, так, отлично. И ты понимаешь, что… Я просто почему спрашиваю ещё, если честно, из личного интереса, потому что у меня такая же история. Мне не нравится, когда мне кто-то что-то делает. И я пытаюсь найти себе помощника, который будет помогать мне мой блог вести. Но меня бесит. Я каждый раз какие-то правки вношу. Помощник может тебе дать контент-план и проконтролировать, чтобы ты его… Пинать тебе. Да. Но вот это как твой почерк, как твой стиль вождения. Это как вот только ты можешь нарисовать стрелочки, так как они тебе нравятся. И чтобы ты шла, и мужики-то… То есть это твоя фишка. Да. И тот человек, который будет выставлять и писать текст под постом… Должна быть я. Нет, текст под постом – это точно только ты можешь делать. Это железно. Ну, вообще, в принципе, подача вот этого вот. Это подача того человека, кто это выставляет. И это чувствуется. Публика всё чувствует. Но если, конечно, там тебя никто не знает, но в плане того, что… И быстро какая-то куча людей пришла, то они быстро это не поймут. Они не поймут, что это делаешь не ты. Я тоже с трудом, вот я сейчас в поисках человека, который будет мне помогать с контентом, и для меня это проблема. Это большая проблема, потому что человеку трудно понимать, что ты хочешь, а ты не можешь объяснить, что ты хочешь. Хорошо. Тогда следующий абсолютно резонный вопрос. Ты делаешь это сам, но при этом у тебя семья, у тебя есть основное место работы, которому ты тоже уделяешь много времени. И на работе заниматься блогом практически нереально. Ты можешь снять какие-то короткие видео, делать фотки с экрана со своими КТ и МРТ, но по сути ты не можешь в рабочее время уделять блогу. То есть как ты формируешь своё расписание так, чтобы туда встраивать вот это время на монтаж, на съёмку. Ну ещё ладно на съёмку, но на монтаж. Я открою секрет, есть капкат. Капкатом я тоже пользуюсь, но подожди. Он сильно облегчает жизнь. Если нужно просто наложить субтитры, то это окей быстро. А если нужно прям что-то вжух такое сделать? Ну, у меня стиль, я захожу через пользу. То есть у меня короткий ролик. Короткий экспертный контент. Да. И в нём, конечно, есть какие-то там элементы какого-то вжух. Но они в основном, я пытаюсь зацепить человека пользой, чтобы человек понимал, о, как бы... Это мне надо. А что-то человек что-то говорит толковое, здравое, его можно послушать. Хорошо. Контент, план и вот эта вся история ты сам себе представляешь. Сначала у меня всё было, вот так листок, всё-всё-всё. И потом, когда у тебя появляется дисциплина, наработка, через время ты от этого просто уходишь и уже сам чувствуешь. Вот я просто, например, себе не могу составить контент-план, потому что он тоже меня бесит, потому что я планирую, вот я сегодня приду на работу и расскажу там условно про аппендицит на КТ. А прихожу на работу, а там нет аппендицита, там сплошная кишечная непроходимость. Я такая, ну... Надо делать в потоке. Да, окей. И кишечку. Вот, да, и получается то, что получается. Или я расстраиваюсь, что у меня не получается запланированное и вообще сегодня ничего не выкладываю. Вот я один совет. Давай. Контент должен быть настолько лёгким, чтобы его смог понять 14-летний подросток. Ну, да, я стараюсь для... Всё, я понял. Когда ты делаешь что-то хард, он просто... Ну, харда хватает в жизни. Да. Люди не хотят смотреть его ещё и со своей инсты какую-то там лютую дичь. На самом деле хотят. Мне очень многие пишут... Да, дичь. Да, да, покажи вот максимум трешника такого. Ну, просто у тебя такая публика. Наверное. Но это пишут в основном не медики, это пишут... Ну, просто интересно. Да, да. Вот. И начал я это всё два года назад. Это был август примерно. Я начал с липсингов. Знаете, что такое? Нет. Под музыку, либо под чей-то голос ты подстраиваешься и что-то там пытаешься, чтобы у тебя совпало. Чё? Ну, как бы тебе сказать. Ну, например... Ну, то есть, например, есть песня, а ты под неё типа поёшь. Ну, типа поёшь, да. А есть точно такое, только там разговор какой-то. А, окей. И ты в этот разговор подставляешь вообще вещь, которая к нему не относится, и это вызывает как бы смех и интерес. Так. Вот. И этот липсинг у меня там был один там, я всё себе делаю сам какой-то там. Да. Типа такой лозунг был. И нам как раз установили в клинику новый КТ, и он с пультом. А, и ты себе сам лежал и делал МРТ, да? Я сделал себе всё самое. Нажал кнопку, типа я сам себе делал МРТ. Ну, короче, вот такая тестировка. Потом туда-сюда. Потом понял, что всё-таки нужно выходить в эксперт, но я же не шут. Как бы пошутить можно, да. Так, время. Сколько времени? Вот как расписание? Давай. Сколько я тестировал? Нет, сколько ты тратишь? А, трачу время? Да. Сейчас, ну, наверное, около часа в день. Каждый день, час в день ты посвящаешь блогу? Ну, от 40 до часа в минуту, да. Это съёмка, монтаж, наложение субтитов. Съёмка, монтаж, это ещё и Телеграм. Так, мы не сказали, сколько там подписчиков? Три. Три тысячи. У тебя весь контент в основном ориентирован на пациентов? Нет, у меня он вообще не ориентирован на пациентов. А на кого он? У меня контент ориентирован на либо медицинская широкая сфера, либо парамедицинская. Ну, например, БАДы... Нет, для того, чтобы слушали, это кто? Просто обычные люди. Не врачи. Нет. Я сразу говорю, если вы врач, говорю, ну, как бы вы можете присутствовать, но вот свою линейку можете гнуть в своём блоге. Ну вот, я же говорю, то есть у тебя блок ориентированный на пациентов, не на коллег. Ну да. Нет, 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 нет. Вот, да, на пациентов, ага. Ну, и вторая категория тоже там есть. Я для них делаю обучение. Вот. Так. Потому что пришла... На коллег именно нашей специальности или же на пациентов? Да, потому что огромный запрос. Я вот сам столкнулся с тем, что в нашей специальности есть огромный вакуум действительно в специалистах, потому что вот у нас один сотрудник ушёл. Да, ушёл один сотрудник. И нужно найти другого. Найти толкового нового врача очень тяжело, потому что все врачи нашей специальности работают на двух работах. На трёх. На двух, на трёх, онлайн. Да. Во всеми... В виде выживания. То есть они не работают, они выживают. И найти... Когда университет выпустил каких-то кадров... Ну, из университета ты не возьмёшь, они же сырые совершенно, ты же не можешь... И они сразу разлетаются. Где-то сидят, и они боятся тоже сорваться с каких-то мест, потому что нужно набрать опыт, наработать. И получается всё в вакуум, он как засасывает всё, никого нет. Хотя, казалось бы, очень много специалистов нашей специальности выходит, но мы имеем, что имеем. И получается, что мне легче вырастить врача... Посадить. Ну да, логично. ...чем его где-то искать. Ну, это, в общем, отдельная тема, большая, сложная, но это такая проблема в нашей сфере. Это правда. В нашей сфере. Ты сказал, что блок заставляет развивать какие-то скиллы новые. Какие? Ну, помимо твоих. То есть, понятно, есть база, это профессиональные навыки понятны. Тут всё ясно с медицинскими знаниями, мы их получаем постоянно, какие-то новые. Что с допами, которые требуются для блога? Выдержка. Сдержанность. Спокойствие. Для чего тебе выдержка и сдержанность? Для того, чтобы не разбить камеру, когда у тебя не получается семь раз записать что-то. Так, я думала, ты сейчас скажешь, там, риторика, техника речи, умение владеть собой, своим телом, а ты тут начал выдержку. Это всё на дыхании делается. Когда ты спокойно начинаешь дышать, формируется и речь, и голос, тембр ниже садится. То есть, ты не учился разговаривать? Нет, посмотрел два ролика в Ютьюбе и понял, как девчонки это делают. Кладёшь ладошку на живот, поучился дышать животом, встал перед камерой. Но тут интересная фишка, что я лично для себя понял, что если я оделся перед камерой некомфортно или мне некомфортно в этой одежде, то и ролик такой же замятый получается. То есть, ты должен максимально кайфово себя чувствовать. Вот, видишь, то есть, это одежда. Мостоянно расслабленно вот именно быть в таком лёгком состоянии для того, чтобы донести информацию. Это всё прям читается. Очень сильно, очень легко. Так, выдержка, удобная, комфортная одежда. Что ещё? Скиллы какие ещё нужны для того, чтобы вести блог? Краткосрочная память. Запомнить этот. У меня стали каждый ролик, он прописывается. То есть, я его выписываю, прогоняю. То есть, ты пишешь себе сценарий, условно говоря, текст. Сценарий по словам, да. И в этом тексте есть триггерные слова. Через определённое количество секунд для удержания аудитории. Где ты берёшь эти слова? Почему ты решил, что эти слова... Как ты вообще придумал? Это у меня было обучение. А, то есть, ты учился? У нескольких, да, человек. Я покупал курсы и по YouTube. По введению блога? По введению удерживающего контента. Потому что это непростой контент. Это нужно в очень короткое время выдать суперполезную информацию. Информацию, которая бы ещё людей заставила дослушать до конца. Да. Либо заставила бы их написать комментарий. Например, ты делаешь ошибку в каком-то слове специально. Да, да, да. Но я не делаю специально, я просто их делаю, к сожалению, почему-то часто. Ну, либо, да, там замялся что-то. Это тоже, да, бывает. И тебе начинают говорить, ты что, нервусь? Ну, образно говоря, ты что, не знаешь, что это? Обезболивающие. Обезболивающие – это вообще боль. Обезболивающие? Обезболивающие – это в принципе... Но ты знаешь, к вопросу про обезболивающие, я думаю, что большинство людей правда так говорит. Да, я тоже так само говорю. И это боль. И последний ролик я записал с обезболивающей. Умничка, вот. Молодец. Это влияет на просмотры, потому что пока они пишут тебе комментарии, твой ролик крутится, это включает добавочные просмотры и всё-всё-всё. То есть, если ты хочешь сжигануть где-то... То обезболивающие заходят. ...сделать ошибочку, ну, да. И всё, и твой ролик начинает органика подхватывать, подхватывать. Да, когда у меня первый ролик залетел на миллионов пять, я просто вообще не понимал, что происходит. Вообще, я бросал раз пять. Видский блок? Да. Так. Потому что я снял роликов 30-40. И ничего не понял. Вообще ничего не поняла. Я пробовал психологическую тематику на отдельном блоге, но как-то... Но ты всё вёл не на тему своей специальности, а в общем с профессией, то есть из медицины. Ты же не вёл или вёл блог по рентгенологии? Поначалу это было, как было, да, отголоски в нём были личная и рабочая. Да. Рабочая такая смесь была. Смесь, да. Я от этого просто устал. Я понял, что это большому количеству людей неинтересно. Смотреть чёрно-белые картинки человека с непроходимостью, это отдельная узкая категория людей, которым это интересно. Да, это бесспорно, в узких кругах это суперкрутая вещь. Но на широкую массу это неинтересно. Мне лучше посмотреть, как Нусред подаёт своё мясо. Соль, да. Сыпется на соль гнерана. И вот это интересно, но уходить от этого я полностью не ушёл. То есть у меня всё равно есть тематический ролик, я показываю, как выглядит МРТ, как человек чувствует МРТ, что он услышит в аппарате или в КТ, какая там доза облучения, потому что это такие вопросы... Часто задаваемые, да. Тоже люди не знают, делают 100 тысяч рентгенов, боятся сделать КТ, и им там пишут... Делают много МРТ и говорят, что на КТ уже не приду, потому что облучение, да. Ну да, такие вот непросветлённые, скажем, люди. Да. Не то, что плохо, потому что... Ну потому что это не их сфера, они не должны об этом знать, а ты это рассказываешь. Да. Окей. Скажи мне, как ведение блога и увеличение количества подписчиков повлияло на количество твоих пациентов? Повлияло ли, если да, то как? На количество приёмов, которые у меня стали из сети. То есть это те люди, которые приезжают с других городов процентов 30-40. Так, то есть увеличилось. Да, ну у меня вот сейчас в клинике даже есть предзапись примерно на неделю-две вперёд. То есть люди откуда-то приезжают, хотят там, ну, либо с регионов, либо с города для того, чтобы попасть на приём. То есть мы с ними подружились, они увидели, они говорят, теперь мы видим, что у врача есть лик, а то обычно все рентгенологи безлики. Да, рентгенолог – это заключение. Из-под двери кто-то вынес заключение, сказал, идите к онкологу. А показать, как выглядит та же онкология, чтобы человек понимал, с чем он борется. Он же не знает, что такое метастаз. Вот у меня недавно пациент был, там у пациента была опухоль кишки с размером с кулак. Я говорю, понимаете, вы сейчас в пограничном состоянии, пока метастазов нету, её нужно убрать и удалить. А что такое метастазы? Я говорю, ну это отдалённые опухоли. Они просто не понимают опасность этого. И когда ты показываешь, что вот это вызовет непроходимость, либо вызовет лимфогенные, гематогенные метастазирования, то жизнь поменяется потом очень сильно. И тогда человек как бы, а нам никто не говорил. И вот через это вызывается доверие, расположение человека. И он понимает, что с такими докторами я хочу дальше быть. Хочу проходить какой-то путь определённый. И это не то, что ты выскочка или ещё что-то. Ты просто делаешь свою работу, но делаешь её не скрыто. Ну, это больше пациента-ориентированная стратегия. В открытую, да? Ну, это партнёрская вот эта стратегия. Врач-пациент. Поэтому если пациент хочет меня обнять или сделать со мной селфи, я говорю, только за. Ну, аналогично, да. Особенно обнять, это вообще... Особенно, когда всё что-то хорошее, ты ему сказал, что вообще... Ну, если кто хочет переписать квартиру на меня, я тоже... Тоже согласен, да? Да, ещё обнимемся. И не раз, наверное, да? Скажи мне, были какие-то курьёзные истории, связанные с пациентами, которые пришли из сети? Нет. Всё ровно. Прямо какого-то... Чего-то залётного такого не было. В основном все адекватные люди. Если кто-то хочет прийти, он обязательно скинет анамнез. Да. Либо просто я так выстроил сеть. Просто так вот прийти и сказать, здравствуйте, я к вам хочу, у меня не получится. Нужно бы сначала написать, получить алгоритм действий, как человек работает, записаться. Я чётко понимаю, и человек приходит на обследование, если он там просит динамику, с предыдущими данными. Да, вот эти истории, что я вам не дам, хочу посмотреть, проверить, что вы напишете, это... Проверяйте... Ну, я понимаю, да. Меня проверять не надо. Если мы с вами работаем, ну, как бы давайте доверительные отношения выстраивать. Хотите проверять, но это моё время не нужно этим занимать. Абсолютно поддерживаю. Скажи мне, как насчёт хейта? Количество хейта примерно равно количеству твоих фанатов. Это всегда будет. И как оно? Причём у меня ещё один вопрос, отсюда вытекающий. Среди хейтеров в основном коллеги или пациенты? Поначалу были коллеги. Так. Вот. Но я уже, как увидел потом, часть этих коллег слилась, просто у них нет выдержки даже столько хейтить. Не то, что уже говоря, вести блок. А хейтили коллеги почему? А ты здесь неправильно говоришь. А, то есть по-медицински. Да, а здесь категория не такая, там какой-нибудь кисты. А я думаю, что это гидронефроз, а не киста. А почему вы ниже не сделали обследование? А почему вы не сделали там сороковую минуту, подсрочку? Я говорю, если я это всё буду делать, у меня будет шорт три недели идти, один там. Нет, ну если ты это всё будешь показывать? Я говорю, я то, что считаю нужным, я показываю. Если я уверен в том, что я показываю, то это так. Конечно, бесспорно, я никогда не говорю, что у меня нет ошибок. Я человек, у меня всегда есть ошибки, и я готов признать её. Если я где-то кому-то там допустил ошибку, человеческий фактор, либо что-то я не знал, я готов всегда выйти, там, оплатить услугу, договориться, пригласить чай попить, каким-то образом загладить свою вину. То есть я к этому всегда открытый. Понимаю, что это вызывает доверие, это вызывает лояльность, и человек понимает, что я тоже человек. Мы не небожители, мы вот здесь такие же, как обычные люди. Так, а среди пациентов хейтеры? Нет, прямо тот, кто бы меня хейтил и пришёл ко мне бы завтра в приём, нет таких? Нет, ну ладно, не пациентов, среди подписчиков, не медиков, вот так скажем. Какой хейт бывает? Ну, если от медиков, понятно, ошибки. Самый частый хейт, а как люди раньше жили без витамина D3? Так. Я говорю, плохо. Логично, логично. Или без витамина там К2. Как люди жили, ну вот, в общем, такие моменты. И ты переходишь на страницу этого человека, и понимаешь, что там пустота. Там максимум одна-две фотографии, этот человек либо пытается вылезти через... Счастливая мама трёх медилочков. Ну, как-то так. Просто сейчас ещё какая фишка работает, ты у блогера берёшь под постом, пишешь какой-то комментарий несомнительного качества. А, да, я понимаю. Люди начинают там тебе отвечать супер, начинают переходить. А кто такой там дерзкий? И таким способом начинают набирать себе аудиторию. У меня есть комментарии там, которые набрали там под 300 лайков только. Какие-то хейтерские. Ну, кто-то что-то там написал, и там под ним Санта-Барбала, там люди дерутся, там они готовы друг друга убивать. А ты наблюдаешь просто. Я просто смотрю люди. Нет, ну тебе по кайфу, у тебя много комментариев. Да, я говорю, люди, что вы делаете? Это же просто... Это просто короткое полезное видео. Это там даже... Они уже нашли, за что зацепиться там. А, ну вот. А сколько тебе лет? Я говорю, скоро уже жениться будете. Ну и классно, зато смотрю. У тебя в блоге судьбы решаются. Это круто. Да, это интересно. Скажи мне, личная жизнь. Показывать, не показывать вообще? Стоит ли врачу показывать в профессиональном блоге личную жизнь? Как вообще? Или только полезный, только экспертный контент? Это очень хороший вопрос, потому что многие боятся показывать свою личную жизнь, считают, что это... Ну, это личное, оно должно оставаться личное. Я так не считаю. Если ты открытый, должен быть открытым. Есть вещи, которые остаются в серой зоне. Безусловно. Что-то. Ну, например, там, показывать, как ты купил себе машину, там, или ребёнок у тебя начал первые шаги делать, это только класс. Ну, просто вот, например, кто-то говорит, опять же, из блогеров советуют, там, показывайте свои, там, переживания. Вот я не могу плакать на камеру. Я когда плачу, я не то, что телефон не хочу брать в руки, а снимать так тем более. Ну, типа, развивайте лояльность со своей аудиторией, там, рассказывая о своих переживаниях на камеру. Блин, я когда переживаю, я вот, ну, не камере думаю. Или это какое-то перестроение мозга уже, ну, хорошими моментами в жизни, да. А вот... Ну, я болями особо тоже не делюсь. Если я пишу какой-то короткий пост, напишу, что там... Да, там, я устал, что-то такое короткое, да. Но вот эти прям слёзы на камеру... Я их не люблю и не показываю. Если бы я был девочкой, может быть, бы делал. Ну, если я девочка, она и не делала. Вызывал бы лояльность какую-то и... Ну, не знаю, для чего это нужно, чтобы курс продать. Ну, да, то есть боль вызывает больше отклик. Ну, типа, говорят, вы показываете только идеальную картинку, вот как у вас всё хорошо, вот ребёнок, красавица, жена, там, тачка, квартира, работа. А вот, ну, неужели у вас не бывает вот каких-то страданий, переживаний, ну, такого? Я вывожу ребёнка своему показывать козу, как выглядит коза к дедушке. Нет, это тоже, ну, это просто жизнь. И там такой чисто сельский контентищик. Ну, слушай, это не переживание. И не какие-то твои негативные в жизни ситуации. А вот что-то такое со знаком минус, оно вызывает лояльность у аудитории. Ты как к этому относишься? Я отношусь к этому неплохо, но этого не делаю. Ты этого не делаешь. Ну, я тоже. Начну хорошо. Не надо. Посмотрим, что из этого выйдет. Не призываю я тебя к этому. Я вообще считаю, что лично такое вот какие-то грусть. Но ты не заходишь в соцсети, чтобы видеть чьи-то слёзы. Ну, если тебе нравится какой-то человек, ты за ним следишь и видишь, что у него... Ну, понятно, что можно ему и посочувствовать, конечно. Что-то происходит. Ну, это хочется посмотреть. Ну, вот я бы как к этому относился, посмотреть, как человек проходит через трудности. Не то, чтобы посмотреть, как у него слёзы текут, а посмотреть, какой он выйдет из этого. Ну, если с такой точки зрения, то, может быть, и да. В 1997 году исследователь Денни Сло открыл, что, несмотря на плацентарный барьер, ДНК плода поступает в материнский кровоток и циркулирует в её кровеносной системе. Большая часть ДНК плодового происхождения в крови матери появляется из-за апоптоза клеток трофобласта. Трофобласт – внешний слой клеток бластоцисты, из которого во время беременности развивается плацента. Из разрушающихся клеток высвобождается ДНК плода и попадает в материнскую кровь. Обнаружить её можно с пятой недели беременности, а проводить на её основе анализ с девятой-десятой недели. На уровень фитальной ДНК влияет множество факторов – срок беременности, биологические особенности плода и плаценты, в том числе и наличие различных патологий. Поэтому с помощью анализа плодовой ДНК врачи могут установить риск хромосомных нарушений у плода на ранних сроках развития. При проведении такого исследования нет риска акушерских осложнений, так как анализ проводится неинвазивно и называется неинвазивное пренатальное тестирование. Сейчас такой метод используется более чем в 60 странах по всему миру. В России родители также могут узнать о генетическом здоровье ребёнка ещё во время беременности. Неинвазивный пренатальный тест поможет родителям подготовиться к рождению ребёнка. Например, с высокой точностью определить наличие у плода хромосомных аномалий, синдромов Дауна, Эдвардса, Патау и других. Сделать НИПТ можно уже с 10 полных недель беременности, выделив ДНК плода и плаценты из образца крови матери. В Эваген такой тест полногеномный. Это значит, что НИПТ позволяет анализировать риск не только частных аномалий плода, но и проверить каждую из 23 пар хромосом и выявить микродилеции и микродупликации. Неинвазивный пренатальный тест проводят в компании Эваген, специализирующейся на исследованиях генома. Эваген объединяет в себе современные технологии, научные знания и высокий профессионализм, предоставляет различные услуги по генетическому тестированию, помогая каждому человеку узнать больше о своем здоровье и повысить качество жизни. Убедитесь в широких возможностях генетических тестов компании Эваген по ссылке в описании. А по промокоду Эвагенред получите 5% скидку на все генетические исследования. Специально для наших слушателей компания Эваген продлила действия акции до 31 декабря 2024 года. Подробности оставили в описании выпуска. Скажи мне, наставничество, как ты вообще, что для тебя это такое, почему ты к этому пришел, ты уже рассказал, как это вообще происходит в твоей истории, наставничество. Это случилось вообще как бы спонтанно. Мне написала одна доктор из Пензы, по-моему, или из Перми, уже не помню. Говорит, вы можете мне научить МРТ? Я вышла из декрета, и у нас клиника расширяется, и как бы КТ я умею. Я недавно получила аналогичное сообщение, кстати. А хочу МРТ. Про декрет вышла и ничего не понимаю. Говорит, а для меня это вообще вакуум, я не знаю, где это взять. Я пошла на одни курсы, мне скинули 632 гигабайта лекций, и я вообще не понимаю, что такое гипер-гипоинтенсивность. А, то есть без базы. Ну, как бы там дали всё. А обратная связь в виде домашнего задания. Ты, получается, описываешь МРТ, который тебе дали. Ну, чтобы описать, у тебя должно в голове сформироваться какое-то знание. Ну, у тебя же лекция есть. Ну, понятно. И ты, короче, как бы должен это всё понять. И я просто вспомнил свой путь, как я учился, как меня учили, там, путь ошибок, исправлений. И сформировал там свой такой подход к этому. Он основан в виде, как бы, кнут и пряник. То есть одновременно ты участвуешь в игре, в которой ты учишься, и ты понимаешь, что это твой путь ошибок. То есть ты в этой игре можешь сделать столько ошибок. Да, и тебе их исправят. И тебя в этой игре никто за них не поругает. Нет, ну почему? За ошибки, наверное, поругают, но просто никому плохо ты не сделаешь. Ну, вот это то время, когда ты можешь наошибаться. Столько, чтобы вот ты мог выйти и потом понимать, а, я помню, там что-то у меня было такое. Сейчас я где-то подкоплю. Все эти ошибки останутся на уровне вот тебя и своего ученика и не выйдут к пациенту. Какой-то базы, да. Вот, и всё, это формат видео лекций. Это если онлайн? Ну, у меня весь онлайн. А, то есть просто прийти, сесть к тебе рядом и поучиться нельзя? Ну, можно. Вот, видишь, можно. Но предварительно всё равно есть базовый курс в видеоформате. Человек смотрит, понимает хотя бы, что такое Т1, Т2. Да. Эти все наши слова страшные. И после этого он приходит, включает компьютер и видит взвешенное исследование Т1, Т2, СТИР. Он понимает, о чём мы говорим хотя бы, на что нужно смотреть. И дальше базовая лекция, ну, там у меня 5-7 уроков базовых, и к ним домашние задания в виде там МРТ, ну, исследований. И человек пытается сам в нём разобраться вот на основании этого. Потом он приходит, говорит, я ничего не понял. И мы начинаем вместе разбирать, смотреть, а, вот, вот, вот. И тогда у человека формируются такие якорьки. Он за ними цепляется, цепляется. Потом мы это всё в виде такого клина вбиваем в основание, и через 2 месяца человек пишет практически всю рутину без проблем. Скажи мне, какой-то сертификат предполагается или нет? Скоро будет. Ну, пока что нет? Пока нет. Пока только скиллы, навыки и уверенности. Да, ну, скоро будет для чего? Просто чтобы, ну, это просто красивая бумажка? Чтоб что? Или ты прям на МО? Как МНО, на МО? Там, да, баллы будут формироваться тоже. И эти там, сколько там, по-моему, 40 баллов даже даётся. То есть ты подал на регистрацию своего курса? Я сейчас веду переговоры на эту тему. Да, понял. Вот, но для того, чтобы это было в таком большом формате, ну, хотя бы 10 человек обучать в месяц. У меня такого нет. Я поняла. У меня есть личное сопровождение тех, кому нужно. Да, безусловно. Вот, он человек... Ну, то есть, по сути, как я понимаю, это обучение не для галочки, не для бумажки, не для баллов, а для реальной практики. Да, ты прошёл, и ты понимаешь, что ты сэкономил несколько лет. Я оснабил человека литературой, он понимает, что вот эти книги мне нужны. Да. А остальные 60 книг, они как бы нужны, но для красоты на полочке. Вот. Плюс человек понимает, что происходит. Я пытаюсь научить человека мыслить клинически. То есть, почему происходит вот это, или это является следствием чего-то другого. Не вырывая из контекста, тогда человек понимает. Так, если... Если я вижу это, значит, было вот то-то, то-то. Откуда он пришёл? Самостоятельное заболевание, либо вторичное, да. Давайте разбираться. Да, то есть, понимать, а, если это там проблема с венами, давай посмотрим воротную вену, может, там тромб, или там ещё что-то. Или рак почки, надо посмотреть почечную вену, полезную. Ну, то есть, перейти на следственную связь. Да, и тогда человек понимает, как бы, на что смотреть, куда смотреть, какой алгоритм действий. Вот в таком формате. Отлично. То есть, я пытаюсь сложно объяснить максимально просто и доступно. Ну, это очень круто. Я это называю так. Я даю возможность одеть на цепочку ожерелья, бусинки. Каждый урок – это бусинки. Потом базовые, там, ну, грубо говоря, там, 20 ожерельей мы оденем, 20 бусинок оденем. Потом он дособирает это сам всё. Будет красиво, красивое ожерелье. Ну, основу ты навешаешь. Ну, с вами навешать. Навешаю. Я же уже девочка, я же представила, как бусики там. Да, да, да. То есть, вот у меня всё в таких наглядных образах. Отлично. И человек просто понимает, а, это же вот так. Скажи мне, премия про докторов. Ты вошёл в топ-3 в лучевой диагностике. Премия выстроена на отзывах. Ну, на отзывах пациентов. На впечатление о тебе, как о враче. Что вообще, вот как ты считаешь, почему тебе оставляют эти отзывы? Что вообще влияет на пациента для того, чтобы оставить отзывы? И считаешь ли ты эту оценку объективной? Именно, ну, ты отвечай, я тебе объясню, почему. Последний вопрос я задал. Отзыв напишет человек, который недоволен, 100% напишет. Это понятно. С недовольными вопросов нет. Тот, который доволен, он должен быть настолько довольным, чтобы он мог потратить полчаса на это. Потому что оставить отзыв – это очень долго. Нужно его оставить, куда-то написать, приложить фотографию, приложить чек. То есть, что действительно был приём. Что если у врача нет онлайн-приёма, то есть, там такая интересная штука. Они просят, укажите время, во сколько у вас был приём. Например, 16.20. У меня открыт приём в моём расписании, и он автоматически из инфоклиники подгружается туда, в кабинет продакторов. И они смотрят там. Если у тебя там нет окна в 16.20, то всё равно. Да, если у меня там было, то как бы да. Ну, как бы фейковый отзыв. Поэтому набрать отзывы – это не просто так, это прям большой труд. И человек должен быть действительно прям полюбить тебя, чтобы потратить столько времени и написать действительно отзыв. Либо ты ему должен настолько помочь, чтобы он был готов это сделать. Как ты считаешь, отзывы – это истинно определяет профессионализм врача? Или это всё-таки межчеловеческие отношения? О чём я говорю? Вот, например, условно, есть врач Х, который абсолютно не соображает ничего в своей специальности. Но он так круто умеет общаться с пациентами, что он расскажет тот бред, который он написал, например, ему в описании. И так вообще всё преподнесёт супер, что отзыв будет максимально вообще положительный. Хотя профессиональные навыки этого человека оставляют желать лучшего. Я знаю таких врачей. Я тоже, я поэтому и спрашиваю. И понимаю, что в долгу они не вывозят. Всё. Тут время просто оно поставит, все точки надо. То есть какое-то количество отзывов тебе наберёт положительных, а дальше? Да, он наберёт. А в любом случае, правда, она всегда будет. Поэтому я всегда топлю за искренностью. Если вы не хотите писать, ну, как бы это ваше дело. Я всегда говорю, если вас не затруднит, можете оставить отзыв, я вам буду благодарен. И понимаю, что человеку, если я бы помог, я бы провёл, например, от одной точки А в точку Б, и человек получил действительно пользу какую-то, я его свёл с каким-то врачом, с каким-то хирургом. Потом мы следили динамику. То есть там целая цепочка заворачивается. Тут всё понятно. Когда это игра в долгу, это понятно. И человек понимает, да я с такими докторами готов хоть на край света, потому что, ну, это команда. Я всегда за командную работу. Один в поле не воин. Это стоп. Особенно в нашей специальности уж точно. Мы работаем для клиницистов. И всегда, если у меня есть возможность посветоваться, например, в каком-то непонятном случае, сложном, потому что даже вот ты 10-20 лет работаешь, но придёт что-то такое, ты смотришь, как такое вообще может быть. И благодарю, что у меня есть такие люди, которые могут найти там какой-то промежуток времени, посмотреть, откликнуться. Это же класс, это командная работа. И ты понимаешь, что вот так строится маленькая империя, которая превращается в большую. Потому что мы приходим на смену. Мы молодые. Я считаю молодые специалисты. Да, мы приходим на смену нашим старшим коллегам. Через 10 лет нам будет там по 45. А те, кто сейчас, как сказать, гегемоны нашей профессии, они просто по физическим причинам уходить. Но они не могут научить всех нас. Нас очень много стало. Нас гораздо больше, чем их. Да. И вот я сейчас понимаю, что мы становимся ориентирами для тех, кто уходит с университета. Да, но мы же уже кого-то учим. Да. И мне однажды мой друг сказал, когда тебе 30, тебя начинают слушать. До 30 ты как бы неинтересная личность. Ну или ты должен быть слишком познатным или выдающим себя. Особенно в медицине ты вообще малыш-малыш. Да, но 10 лет старше – это так себе. Согласен. Относительно медицинских всех. МКБ раз в 10 лет переписывается, о чём мы говорим. Ну да, кстати. Поэтому это такой широкий вопрос. За нами будущее. На нас смотрят люди. Младшее поколение. Они ориентируются на нас. Они смотрят, что там мы за дичь, так образно говоря, втираем. Либо что мы за пользу какую-то даём. Интересы люди понимают. А я хочу быть на тебя похож. Я хочу быть таким, как ты. Согласна. Скажи мне, заработок. Отзывы влияют на заработок. Да или нет? И если да, то насколько отзывы в твоей, естественно, работе повлияли на то, сколько ты зарабатываешь? Я не спрашиваю, сколько, в общем, на цифру. Вообще, в принципе, весь блок помог проявиться. Так. И благодаря каким-то компетенциям в определённых, так сказать, я же не про всё МРТ, по какие-то определённые вещи. Стало формироваться комьюнити, которая лояльная, которая понимает, что там действительно можно получить достоверную информацию. Потому что очень часто там доктора пишут скудно, чуть-чуть, немного, и отдали под эту самую подвергку заключение. А нужно следить динамику, нужно понять, что происходит. Вот. И благодаря вот такому вообще пул пациентов у меня вырос даже не благодаря блогу. В пациентское сообщество дополняются люди из блога. Но они выросли из, наверное, даже телеграмма, когда у меня там не было вообще никого, ничего. Я помог однажды одной женщине, но это было ещё лет 5 назад, 4. Может быть, мне прислали как раз, помню, рак поджелудочной железы. И это каким-то образом ушло в Питер. Есть онколог там. Это каким-то образом повлияло на огромное количество рака поджелудочной железы, приходящего от тебя. Да. И человек, онколог увидел, что там происходит, увидел динамику. Они смогли понять, какая схема работает. А как они работают? Потому что там был запутанный случай. Я прямо отследил динамику, что как происходило, что как... Ну, потом они сопоставили, понятно, с курсами. И они поняли, что вот так. И он сказал, теперь все мои пациенты только через второе мнение. И всё. И вот так вот оно пошло набираться, набираться, набираться. Потом добавилось сообщество Арнольда Киари и всякие разные другие, которые есть там определённо тематические, по болезням, так сказать. И потихоньку мы с друзьями, с пациентами становимся просто знакомыми. Потом, можно сказать, в какой-то даже сфере друзьями. Потому что есть люди, которые наблюдаются у меня. Ну, долгие годы. Жена наблюдает супруга. И вот пока там супруг лежит в МРТ, я предложу ей чай попить. А как вы себя чувствуете? Ну, естественно, да. Это уже человеческие отношения. Ну, вот и вот так, вот так. А у меня вот там ребёнок уже родился. Ну, и как-то вот вместе живём. Скажи мне, сейчас в сетях, причём во всех, есть куча специалистов, как действительно специалистов, как и псевдо вот этих вот тут что-то непонятное. Класс. Да, и у большинства там написано док, мед, тран-тан-тан, вот эти миллионы каких-то там дописочек, приписочек, вроде бы тысячи сертификатов, но реальных. Но реально, когда ты, как специалист, слушаешь этого врача интернетного, там ты понимаешь, что это бред. Но наряду с этим есть куча грамотных, реальных специалистов, которые ведут свои блоги качественно, хорошо и действительно приносят пользу людям. Вот какой-то совет дать как людям, обывателям, неразбирающимся в медицине, отличить какой-то совершенно бестолковый блог от реально полезного. Тут проблема в нас, во врачах, в том, что мы не ведём свои блоги. Да, я вообще согласна. Мы сами даём возможность другим людям занять наше место. Я тебе больше всего скажу, у меня есть отличный пример, я знаю супер, и ты их знаешь, супер крутых специалистов в нашей сфере, в лучевой диагностике, у которых на продакторов даже фотографий нет. Не то, что отзыва, даже... То есть это люди, на которых мы можем... Не просто они машины нашей специальности. Перед которыми я преклоняюсь. Да, перед которыми я преклоняюсь тоже, но их нет в апп... То есть если зайти на отзывы продакторов, ты находишь тех, кто просто активно собирает отзывы. А реально крутых, очень крутых, очень грамотных специалистов там нет. Но это век соцсетей, это так работает. Ты что тут не сделаешь, если человек не хочет проявляться, он не хочет выходить в массы, ему это не нравится, ну что ты сделаешь? Ничего. Ну хорошо, и как пациенту разобраться? Бред ты несёшь или пользу? Такой вопрос... Да, ты как хотела? Как разобраться пациенту, попал ли он на шарлатана или на доктора? Ну вот недавно там же был один акушер-гинеколог, который вообще им не был даже. Он набрался там... Ну вот, а там же и дипломы, и сертификаты, и всё, что хочет. Ну а вот как... У нас даже в Краснодаре это было лет 5 назад, женщина пластических рук оперировала где-то в подвале. Да, да, да. Тут проблема ещё пациентов, нужно запросить какие-то данные, посмотреть, куда ты идёшь, кому ты доверяешь своё здоровье. Ну что, перепроверять? Вот окей, вот есть пациент, он увидел, наткнулся на блок врача, увидел у него там какие-то рекомендации. Что, перепроверять в интернете? Ну, в интернете тоже написано всё, что угодно. Если совпадает, нормально. Берём, да? Да. Не смогу прям достоверно ответить, я никогда не думал. Я не думал о других, я думаю, как мне. Хорошо, вот, например, твои ролики, они достаточно простые для восприятия, очень простые. Мои ролики копируют просто очень много людей. Я же вижу там, вас отметили. Вот нет, я не к этому. Вот смотри, ты выкладываешь очень просто информацию, коротко и просто. И это супер. Типа так же точно, просто и коротко может рассказать, например, взяв информацию из твоего блога, из любого другого, информацию и пересказав её, может рассказать недоврач. Не думал ли ты, что усложнение информации, то есть больше рассказать, более подробно, как раз таки и будет отличать для пациента тебя грамотного от кого-то безграмотного. То есть... Созывается отстроиться от конкурентов. Ну да, ну наверное, вот видишь, какое хорошее определение сказал. Ну то есть, если ты будешь преподносить информацию более профессионально, большую информацию, с большими подробностями, точно так же человек, который не соображает, её преподнести не сможет. Тут опять выигрывает дистанция дисциплина. Ну вот лично это моё мнение. Тот человек, который тебя копирует, он не сможет тебя постоянно копировать. Ну как не сможет? Не сможет. Да сможет. Да потому что эти же пациенты, которые смотрят и тебя, и меня, они скидывают эти ролики и друг другу говорят, а, это он, короче, его копирует. Ну слушай, ну хорошо, он не сможет копировать тебя бесконечно, но он сможет найти пятерых таких, как ты, и по очереди вас копирует. Ну пусть копирует, это же его право. Ну а к ним уже придут за рекомендациями, за советами, а он пациентам наговорит какого-нибудь ерунда. Но это на его совести. Так мы же пытаемся просто выяснить для пациентов, помочь-то людям разобраться. Но мы не сможем достоверно разобраться. То есть ты считаешь, что усложнение подачи информации? Нет, это только оттолкнёт. Я так считаю. Если ты будешь прямо делать тяжёлый контент... Ну не то чтобы тяжёлый, но более, с большими подробностями. Ну пиши пост. Вот, видишь, вот ты придумал. Пиши пост, либо делай прямой эфир, где ты можешь рассказать, раскрыть свою мысль. Вот, видишь, хорошо, вот. Но вот прям в шортсах, либо там в рилсах пытаться что-то усложнить. Ты заходишь в шортс или в рилс погрустить? Никогда. Ты заходишь, расслабиться? Да, конечно. Это просто разгрузка мозга, просто скролл вот такой бесконечный. Ты поскроллил, да, понимаешь, что а, там ещё что-то про витамин пойду куплю. Ну как бы вот такая вот. Я вот за такой контент. Он лёгкий, и он должен приводить к пользе. Ну, то есть, соответственно, из того, что ты сказал ранее. Лёгкий рилс там или лёгкий шортс? Ты посмотри. Ты чуть-чуть, наверное, не понимаешь, как работает вообще инста. Рилс – это источник трафика. Нет, я это понимаю, прекрасно. Всё, ты… Я у тебя спрашиваю, как пациенту. Вот, ты закинул. Дальше пациент зашёл к тебе в блог. Потом ты его прогреваешь внутри блога. Ты его показываешь свои хайлайты. Человек смотрит, что, а, человек был в медицинском университете. Какие-то фотки, дипломы, обучение. Потом какой-то там выезд. Ты пишешь, что ж ты? Раз в три месяца, да. Ну вот мало. Мало, да. Раньше было много. Вот понимаешь, вот ты только… Я же девочку уволил, писать некому. Ну вот, ты понимаешь, вот ты сам только что сказал. Для того, чтобы понять, что человек реально соображает. Я думал, что ты имеешь в виду с рилсов. Нет, нет, я имею в виду, что в общем. Это работа в блоге дальше. Вот, да. Всё, а дальше вообще следующий этап – это телеграм-канал, где у тебя супер твоя лояльная аудитория, которая в тебе нуждается. Вот там ты можешь давать прям жесть. Прям жесть, прям со статьями, со ссылками, там на пересмотр МКБ и всего-всего. Туда придут те, которым действительно надо. Вот, то есть вести какой-то ещё более подробный, более полезный контент, нежели там только рилс. То есть делать ещё что-то такое, чтобы люди, пациенты понимали, что ты не просто там изображаешь из себя врача, а реально им являешься. Вот, видишь, нашёлся у нас ответ. Ну просто я так вопрос, наверное, понял. Скажи мне, док-мет. Что это такое? Доказательная медицина, что это такое. Это и куча авторских каких-то там сверхполезных методик врачей-блогеров. Как вообще ты к этому относишься? Вот какой совет ты можешь дать пациентам по поводу выбора специалиста? Док-мет или там что-то авторское, интересненькое, необычное, но обещающее какие-то очень потрясающие результаты? Я боялся этого вопроса. Ну так. Я на примере скажу. Да. Дело в том, что я когда-то увидел ролик, что там человек вылечил онкологию содой. Это моя любимая часть. И он лечил её содой, и всё, он вылечился. Благодаря моему блогу у меня есть общение с химиотерапевтами. И как-то я вам задал этот вопрос. Говорю, вообще это действительно так или не так? И вот они мне объяснили, что в основе химиотерапии лежит щёлочь. Пожалуйста, только не начинай рассказывать, что это реально возможно. Вот. И путём добавления туда определённых препаратов, но в основе там находится вот это вот вещество. И я сейчас не говорю, что нужно лечить онкологию содой. И всё-всё-всё. Нет, это разные вещи. Но какие-то вещи действительно здравые. Ну подожди. То есть ты хочешь сказать, что ты поверил в то, что он реально вылечил онкологию содой? Я просто увидел ролик. Да. Мне стало интересно, что происходит. Я же с ним не знаю. Он сказал, что вылечил. Я откуда знаю. Я позвонил нашей коллеге, работает в онкоцентре, Аня. Я говорю, бывает такое, что у вас люди спонтанно выздоравливают? Да. Она говорит, стабильно один в год. Она 11 лет там работает. Стабильно один пациент в год, которого мы отправили на полиотиев умирать, приходит через полгода, через год абсолютно как будто новое тело дали. Говорю, как? Не делая ничего. Ну нет, медицинский. Он ушёл. Не делая медицинский ничего. Ну вот что-то они там делают, ну как бы на это я ещё буду, ну как бы это такой экспириенс. Я залез в МКБ, и там есть такая одна графа – спонтанное выздоровление. То есть есть как спонтанная смерть, внезапная сердечная смерть. Также есть вот, ну тут достойно не скажу, но смысл в том, что… Спонтанное выздоровление, не классифицируешься в иных там рубриках. Да, я понял. То есть вот человек пошёл умирать, и он вот выздоровел. Вот. Есть, которые лечат травками, онкологию, и благополучно запускают это всё в метастатический процесс, умирать. И у нас сейчас идёт суд во стране с одной такой травницы. Она брала 30 тысяч за приём, и у неё на приёме умерла там женщина. Трясающе. Она лечила онкологию травмы. Они аденокарциному лечили какой-то там травкой. Я за здравый смысл. Я за доказательную медицину, то, что действительно работает, и за здравый смысл. То есть когда человек находится в перерыве между химиями, либо там, ну пожалуйста, пробуйте, тестируйте, смотрите. Главное, чтобы это не влияло и не вредило основному лечению. Основное лечение – это железобетон, это то, на что мы можем опереться, то, что доказано. А остальные вещи, они не имеют под собой базы. Может быть, через 10 лет всё поменяется. Может быть, согласна. Пусть будет так, и мы сейчас просто накануне каких-то открытий что-то не понимаем. Доказательная медицина, и можно допом что-нибудь другое, но не вместо. Не вместо и не вместе, вот так. Ну да. То есть прошли курс, там 3 месяца отдых, 2 месяца отдых, вот в это время можете поддержать свой организм, восстанавливаться, да, но не замещать это полностью. Молитвами. Но дело в том, что вообще наш организм, он же интересно устроен. У нас же есть PH крови, PH мочи. PH крови – это жёсткая константа, а PH мочи – это такая лоббирующая штука. И вот есть исследования, которые доказывают, что если PH мочи, то есть если она кислая, то это риск возникновения опухолевых процессов. Чем PH выше, там чуть ли не до восьмёрки, ну 7,5, там 7,8, тем риск возникновения ниже и, соответственно, формирование там всех этих уратов, оксалатов и камней сводится на нет. Собственно говоря, препарат бульмарен, который делает, повышает, точнее, PH мочи, способствует камледробению. Почему я это знаю? Потому что у меня 8 камней в кочках. Я недавно сделал себе КТ. И мне доктор прописал на долгой основе препарат. Я смотрю, как он влияет путём повышения PH. Поэтому если купил себе кучу лакмусовых бумажек и померил весь PH, который у меня есть дома, в воде с крана идёт 6,2, это очень плохо. Ну что делать? Ну этой водой мы моемся. Кстати, если ты кипятишь воду, то PH падает ещё почти на одну единицу. Это ещё хуже. Я померил воду в бутилированной, которую покупаю, там было 7, и я купил супердорогую воду, прям классную дорогую воду, и там было где-то 7,5-7,6. Это нам подходит. Да, и причём вот, когда ты наливаешь воду с высоким PH в стакан, просто ради интереса, от неё меньше брызгов. Вот ты берёшь воду с крана, брызгает вот так. Ну это может быть у меня так лично. Но я несколько бутылок прям наливал. Ты её наливаешь, она прям мягкая, более мягкая. Нет, слушай, ну не секрет, что от какой-то воды волосы, ну я же девочка, я же тебе могу по волосам сказать, волосы там одного, одних ощущений, хотя при одном шампуне, кондиционере, при всём одном, от другой воды по-другому ощущаются волосы. Где-то быстрее пачкаются, где-то медленнее, где-то у меня кучеряшки нормально держатся, где-то у меня... В Дубае лучше держатся. Я не была в Дубае. Надо попробовать. Надо, да. Где-то кудри у меня формируются красиво, где-то некрасиво, где-то у меня вообще на голове пушок один. Поэтому, да, потому что вода разная, это понятно. Поэтому вода всему голова, я так считаю. Это с возрастом я к этому пришёл. И сейчас пью много воды. И на сварку вот эти 50. Пью много воды, пытаюсь выгнать свои камни безоперационным способом. Хотя мне там наши урологи говорят, да сейчас мы там... Тебе дробанём и всё, да? Нет, он говорит, достанем. Там он такой кривой, видимо, этот... У тебя уже коралл, что ли, сформируется? Формируется. Вот, ну, вот сам факт, то, что какие-то вещи можно вот смотреть, как я борюсь с этим камнем, и смотреть, работает или нет. Логично. Но главное, чтобы ты не... Ну, во-первых, ты пьёшь препарат-препарат. Это же препарат? Конечно, да. Ну, вот, ты пьёшь препарат, у которого были клинические исследования, а во-вторых... Ну, надеюсь, что были, да. Ну, да. Ну, ты же не подорожник прикладываешь к пояснице и рассказываешь, что-то камень растворился. Да, там Байер, по-моему, немецкая. Ну, так вот, я же говорю, препарат. Ну, не листик какой-нибудь крапивы или чего-то ещё другого. Я вот смотрю на механизм действия, то есть, как он влияет, что он делает. И смотрю, что можно делать так же, например, дешевле. Так же или проще. Пить другую воду. А если ты будешь... Вот, блин, Рен пьётся от трёх месяцев. А если ты пьёшь препарат и пьёшь другую воду, то ты вообще красава. Да, да, да. То есть, ты помогаешь своему организму благодаря своему разуму. Ну, разум. И ты понимаешь, что так, всё, ну, можно скомбинировать. Вот чуть-чуть пазл замыкается. Это вот один из примеров, как смотреть на врача, который несёт условную дичь, или он действительно транслирует какие-то нормальные здравые вещи. Вот что-то вот такое пограничное. То есть, можно посмотреть, как он сам, что он делает. Логично. Если он показывает, что он делает, конечно. Ну, да. Либо попросить. А вы болеете? Покажите. Чем-нибудь. Ну, то есть, ну, интересно как бы. Ну, вот я так на этот вопрос мог бы ответить. Может быть, через полгода я поинтереснее, что-то скажу. Может быть, да. Ну, у тебя же какой-то путь будет по лечению твоих камней. Вот посмотрим. Надеюсь, что положительное будет. Ну, я тоже надеюсь. И завершающий вопрос. Как ты думаешь, что в медицине важнее всего? Честность. Принято. И любовь. Вот на этих двух вещах, мне кажется, вообще построена вся жизнь. И неважно, где ты в медицине или не в медицине. Если ты приходишь и тебе честно оказывают услугу, если ты заплатил, тебе честно сделали обследование, тебе честно взяли анализы и к тобой пришли честно поговорили и сказали, вот действительно, вот здесь я некомпетентен. Я вам могу дать специалиста, который поедет туда. Разбирается, да. И человек понимает, что да. Ну, спасибо, что ты не начал делать то, чего ты не знаешь. Да, и вот эта честность. А про любовь – это вообще штука, на которой зиждется всё. Она собирает по крупицам вообще весь наш быт. Она склеивает все, все шероховатости, неровности, развязывает все узлы. И благодаря вообще, в принципе, любви наша жизнь интересная, радостная и счастливая. Без любви это было бы ничто, если ты не любишь пациентов, если ты не любишь свою работу, если ты не любишь блог, ты просто выгораешь. Почему люди, про которых мы говорили, которые там что-то забирают, копируют контент, что-то делают, почему вдолгу ты всегда их опередишь? Потому что у тебя есть любовь в этом деле. А у них есть график. Как и паст? График. Ты по нему пошёл, и почему я ушёл от графика выставления одного рилса в неделю, в день? Шесть рилсов обязательно в неделю должно было выходить. Потому что ты сам истощаешься. Во-первых, у тебя становится меньше контента, он становится похожий, одинаковый, тебе это неинтересно, и ты выгораешь, и у тебя нет больше к этому любви. Сделай перерыв, но сделай два ролика в неделю. Да, но качественно. Сделай классный, чтобы ты от них сам обалдел. Поэтому вопрос был, как снимать хороший контент. Должен быть в ресурсе, в состоянии. Получать удовольствие от того, что ты делаешь. Да, если ты не в состоянии отдать, то как ты можешь... Короче, если у тебя нет настроения сегодня снимать, то и не снимать. Как ты можешь напоить человека, если у тебя нет воды? Никак. Как ты можешь дать любви, если в тебе её нет? Как ты можешь дать пользу, если ты только копируешь? Логично. Вот поэтому вот такие две вещи. Круто. Спасибо тебе большое. Спасибо за ответы. Спасибо за сегодняшний подкаст. Я с тобой прощаюсь. Вас люблю. Это был подкаст «Анамнез работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.